МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Константин Гиргая. Смотрите сегодня в выпуске. Современная и долгожданная жители улицы Лесной в Мамонтовке наконец-то увидели новую детскую площадку. Лучший наставник, учитель из Зверософорской школы стал лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Стремление вверх. Фильм Ивантеевского телевидения о лётчике-космонавте Михаиле Тюрине стал победителем конкурса «Верное слово-2022». Чужая душа потёмки, ну а кошачьи тем более. В Дворце культуры Правдинске открылась новая выставка. Об этом и многом другом прямо сейчас. Не зря ждали 10 лет. Жители улицы Лесной в Мамонтовке теперь могут спокойно отпустить своих детей поиграть на детскую площадку. Сейчас она современная и безопасная. А раньше это был привет из прошлого. И жители долго не могли добиться благоустройства. Что решила проблему, расскажет Анастасия Спирина. Вот что было, а вот что стало. Были горки ржавые, стали новые. Была песочница, заросшая травой. Сейчас целый комплекс. Были скрипучие качели, теперь на выбор. Балансиры на пружинке обычные. Сказка стала былью. Этот объект выполнен из двух частей. Первая часть – это малоархитектурные формы для игры детей, горка, лазилки. И рядом она соединена вторым объектом, отдельно стоящим, так называемый песочный городок. То есть мы песочницу вынесли на отдельный элемент, чтобы первое побольше место было для других элементов. И не разводить грязь, так скажем, песок, не растаскивать по основной детской площадке. Эту площадку жители близлежащего дома ждали 10 лет. Земля под площадкой – спорная граница пересечения интересов. Москва или область. Жители обратились с проблемой в 2021 году на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Представители президентского движения «Народный фронт» взяли материал в обработку и передали в администрацию округа. На сегодня мы видим, что администрация городского округа Пушкина смогла решить эту проблему. Площадка стоит. Как сказал заместитель главы администрации, на балансе ее МБУ забирает. Поэтому будет обслуживаться, убираться и не станет балансом на дома жителей, которые здесь проживают. Детскую площадку построили по всем нормам безопасности с ударопоглощающим резиновым покрытием. Установлены ограждения, лавки и даже урны для раздельного сбора мусора. А главное – все элементы согласованы с жителями. Я вполне довольна. Мне нравятся элементы. Достаточно. Большая песочница, горка двухуровневая, что удобно. И для совсем малышей, и для детей постарше. Покрытие веселенькое. Детям площадка тоже нравится. Ученики соседней московской школы тоже решили ее опробовать. Несмотря на то, что уже из нее выросли, не удержались. Ребята помладше тоже освоились. И родители спокойны. Теперь дети будут играть рядом с домом и в безопасном месте. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Если успешен учитель, то успешен и ученик. Поэтому педагоги стремятся участвовать в профессиональных конкурсах. В одном из них недавно победила учитель английского языка Зверосовхозской школы Наталья Ухтина. Она стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2022» в номинации «Педагог-наставник». Наша съемочная группа побывала на одном из ее уроков. Научить детей предмету – это не главное для педагога. Опытные учителя еще должны поддерживать молодых коллег, тех, кто только начал свою карьеру в школе. Наталья Ухтина – учитель английского языка Зверосовхозской школы, одна из них. Недавно она стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2022» в номинации «Педагог-наставник». Педагог-наставник должен не только приглашать к себе, так скажем, молодых педагогов, но и посещать их уроки, помогать им в разных сферах деятельности, не обязательно только в учебной и во внеурочной деятельности. Вот таким образом мы в школе и занимаемся с молодыми педагогами. Наталья подала заявку на конкурс в конце 2021 года и уже летом узнала, что стала победителем заочного тура. На очном этапе, что проходила в московской школе, показывала мастер-класс, анализировала современный урок, участвовала в круглом столе по теме современного образования, продемонстрировала инновации в сфере общения с молодыми коллегами. Нужно оказывать разные виды поддержки, помогать им строить, готовить уроки, помогать им общаться с родителями – тоже сейчас серьезная проблема. Василиса работает в этой школе шестой год, второй год учителем начальных классов, а до этого параллельно с учебой совмещала работу библиотекаря. Наталья Александровна стала ее наставником, подсказывает и поддерживает в трудных ситуациях. Как раз на прошлой неделе мы и она, и я, мы аттестовывались с ней вместе, она как наставник очень хорошо себя проявила, она помогала мне готовить открытый урок для дистанционной комиссии. Также сейчас я буду участвовать в конкурсе «Педагог года». Тоже Наталья Александровна помогает отобрать материал. В этом году школа-поселка Зверосовхоз вошла в зеленую зону в 15 лучших по показателям качества образовательных услуг. Медаль Натальи тоже в копилку общих успехов. Когда идет признание в детской среде, среди детей, «Слова благодарности родителей» – это очень актуально. Это весомая оценка и эффективная работа учителя. Победа в профессиональном конкурсе – это высокое достижение. Признание и оценка своих коллег. Поэтому мы в коллективе очень много работаем над этим. В этом году уже пять учителей Зверосовхозской школы подали заявки на участие в профессиональных конкурсах. Они этим участием смогут развить свой творческий потенциал, реализовать свои профессиональные амбиции, изучить новое. А школе это поднимет статус и улучшит качество образования для детей. Анастасия Спирина, Юрий Дубрунов. Новость Большого округа. Первые паспорта получили 10 ребят из Пушкина, которые достигли своего 14-летия. На торжественной церемонии в ЗАГСе 16 ноября документы вручила заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Ольга Жданова. Это событие они запомнят на всю жизнь. Уже после будут аттестат, диплом, брак. Но вначале паспорт как признак гражданства, как основа. 10 школьников из Пушкина собрались 16 ноября в ЗАГСе, чтобы получить свои первые паспорта. Ребята, это действительно большой праздник. Сегодня из наших рук вы получите ваш главный, важный документ. Безусловно, подобных, похожих документов в вашей жизни будет еще очень много. И аттестаты, и дипломы. Но этот документ самый важный, самый главный. С новым паспортом подросток ощущает себя взрослее и увереннее. Согласие родителей он может выбирать место жительства, заниматься легким трудом и получать зарплату. Отсюда возникает право на ежегодный отпуск. Стипендии или заработной платой можно распоряжаться самостоятельно. С 14-летнего возраста распространяется авторское право. Ребята осознают ценность документа. Это очень важно, потому что теперь право полностью на мне. И я теперь официальный гражданин России уже со своим очень важным документом. После торжественного вручения провели викторину в «Что ты знаешь о паспорте». А после для всех собравшихся выступила ученица средней Челюскинской школы Ангелина Кононова со стихотворением Марка Лисянского «Я себя не мыслю без России». Потом – общее фото на память об этом важном дне. Потому что я к этому все-таки давно уже готовилась. Поэтому для меня большая честь, большая радость сегодня наконец-таки получить желанное. Это было очень волнительно. Конечно, сначала переживала, все-таки официальная церемония. Но, тем не менее, очень рада, очень долго ждала и наконец-то получила. Вместе с главным документом каждому вручили обложку для него цветы и конституцию с поздравительным адресом от губернатора области Андрея Воробьева. Такие торжественные церемонии проводят раз в месяц в отделениях ЗАГСа Ивантеевки и Пушкина. Анастасия Спирина, Юрий Дубурнов, Яков Глазер. Новости Большого округа. Верное слово. Доброе дело. 16 ноября состоялась церемония награждения победителей 5-го регионального творческого конкурса «Верное слово-2022». Он собрал участников из более чем 30 городов Подмосковья и 8 городов России в номинации «Божий мир. Победа» у Ивантеевского телевидения. Верное слово и верный посыл. Сегодня в поселке Дубровец городского округа Подольск финал 5-го регионального творческого конкурса для журналистов «Верное слово». Место выбрано не случайно. Торжественную церемонию подведения итогов проводят в тех городах Московской области, где сохраняют древнекультурные и православные традиции. Творческий конкурс «Верное слово-2022» собрал участников из 31 города Подмосковья и 8 Российской Федерации, в том числе Санкт-Петербурга, Казани, Липецка, Ярославля и других. Для городского округа Пушкинский этот финал особенно примечателен. Обладателем диплома первой степени в номинации «Божий мир» стала директор Ивантеевского телевидения Галина Тарасова за фильм «Стремление вверх» из цикла «Дорогами большого округа». Это рассказ о космонавте Михаиле Тюрине, который возглавляет школу звонарей в приходе Георгиевского храма. Галина Анатольевна, телевидение Ивантеевского, фильм «Стремление вверх». Насколько вообще уникальные объекты находятся в этом округе, например, там подземные храмы или еще какие-то там уникальные музеи, насколько уникальные и удивительные люди тоже живут буквально рядом с нами. Нам показалось, что это очень важно. Стоит отметить, что фильм «Стремление вверх» удостоился специального приза из «Звездного городка». Это шайба с автографом героя России, летчика-космонавта Михаила Тюрина. А эта шайба единственная, которая у меня хранилась уже дома, с его автографом из Калуги. Здорово, очень приятно. Из Калуги, прекрасно. А президент фестиваля «Братьяна» Сергей Боков передал съемочной группе золотую медаль и диплом фестиваля «Профест», который проходил в Сербии в этом году. Первое место на этом конкурсе также занял фильм из цикла «Дорогами большого округа. Девять жизней» Владимира Маяковского на Акуловой горе. Региональный проект «Верное слово» запущен Союзом журналистов Подмосковья с 2016 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского «Ювеналия». Цель проекта – сохранение традиционных ценностей православия в средствах массовой информации Московской области. После торжественной части для всех участников конкурса – экскурсия в уникальном знаменском храме в поселке Дубровицы. Эта церковь выполнена в стиле барокко, что нетипично для русского храмового зодчества. Ни один другой подмосковный храм не является столь загадочным, как этот. Доподлинно неизвестно ни автора этого шедевра, ни мастера, трудившиеся здесь. С уверенностью можно лишь сказать, что над созданием храма в Дубровицах трудились как иноземные, так и русские мастера. Людмила Ермакова, Галина Тарасова, Евгения Федорова, Анна Белова. Новости Большого округа. Около 50 картин с кошками можно увидеть в Доме культуры «Правдинский». Там открылась новая выставка. Художница Любовь Желуницына показала разных кошек и котов. Кого-то сделала мультяшным, кого-то изобразила в моментах из реальной жизни. А кому-то из них подарила головной убор, подобранный под мимику и характер животного. Каждая картина умиляет. О выставке расскажет Евгения Коломиец. Если вы любите кошек, то вам точно понравится выставка «Чужая душа Потемкину», а кошачья тем более. На ней свои работы представила художница Любовь Желуницына. На каждой картине, а их порядка 50, изображены очаровательные кошки и коты в разных образах, ситуациях и даже в шляпах. Почему кошки? А потому что, видно, я давно шла к этой выставке из-за того, что нужно и детям, и взрослым. И вот эти пушистики, видно, связывают детство. Получается, что мы как-то переходим с этого состояния во взрослость. И при том, это доступно, это будет интересно и взрослым, и детям, эта выставка. Добавок ко всему. Свои картины с кошками художница выставляет впервые. Рисовать этих пушистых созданий она начала более трех лет назад. Вместе с художественным руководителем Дома культуры Правдинский, Любовь долго думала, какую выставку сделать. Работ у нее много. Рисуют не только кошек, есть и море, и цветы, и природа, и даже графика. Но кошки зацепили больше всего. Это называется картина «Покровительница кошек и их хозяев». Она одна такая единственная, эта картина. Просто с кошками именно икон больше нет. Это одна. Многие у нас заказывают ее, потому что даже не знают, что она такая существует. И идет интерес к ней, потому что необычное письмо и необычное зачитание вот этих вот именно животных и людей, что вообще-то не свойственно всем иконам. На выставке работы выполнены в разных техниках. Здесь есть графика, гуашь, масло и пластилин. Можно найти и даже картины головоломки. И вот в этих картинах, во всех, они совершенно все разные. Где-то нужно найти птиц, допустим. Это не в зависимости от того, что глаза, посчитать, сколько глаз, столько птиц. А на каждую птичку, там идет 2-3 птички, на каждый глаз, вернее, идет 2-3 птички. И тогда, получается, можно даже с детьми играть. Кто больше найдет птиц, кто больше найдет рыб, вот на этой картинке, кто больше найдет тех мышей. Или вот здесь, кто больше найдет шаров, шарики вот эти воздушные. И из этого складывается интерес детям и к творчеству, и к картинам. Выставка «Чужая душа потемки», ну а кошачьи тем более, это уже третья в творческом сезоне. Перед ней в ДК Правдинские свои работы представили сразу 19 членов Пушкинского отделения Союза художников Подмосковья. Любовь тоже член этого союза. А также она член Международного фонда художников и Ассоциации художников-педагогов. Выставка продлится у нас месяц, всегда у нас экспозиция по месяцам выставляется. Сегодня у нас мастер-класс бесплатный у Любови Тимофеевны. И что могу сказать, на этом наше творчество не заканчивается, сотрудничество, потому что Любовь Тимофеевна будет у нас вести изо-студию. И мы объявляем набор взрослых детей в изо-студию под руководством Любови нашей замечательной художницы-мастерицы. На открытии выставки присутствовал и настоящий кот. Его зовут Шоколад. Он привлекал внимание детей так же, как и его братья на картинах. Выставка будет работать до 12 декабря. Приходите в Дом культуры Правдинский и познакомитесь с каждой картиной. Все кошки тут, но очень очаровательные. Евгения Коломейцев, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде. Климатическая зима нарастает. Синоптики не исключают, что уже на этой неделе установится постоянный снежный покров, который не растает до весны. В пятницу, 18 ноября, днем ожидается 5 градусов мороза, ночью – минус 6. Ветер северо-восточный – 5,5 метров в секунду. Напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в социальных сетях, во Вконтакте, в Одноклассниках и Телеграме. Также подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзене. Кроме того, программа «Новости Большого округа» выходит и на Рутубе. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами был Константин Гергая. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok